Для Володи Большакова сегодня предоставилась долгожданная возможность прийти в его любимый образовательный центр. Вместе с мамой Татьяной они подают заявление на новый учебный год. Семье трое детей. На дополнительные занятия все приходят с удовольствием. Мы поем руссконародные песни и танжим чечетки и преседку. 1 сентября детский образовательный центр при Самарской епархии снова открывает свои двери. После вынужденного перерыва из-за противоэпидемических мероприятий. И приглашает новых воспитанников. Для детей от 4 лет это не просто увлекательное путешествие в мир знаний и навыков, которые не преподает в школе. Здесь есть уникальная возможность получить дополнительную специальность, которая, как часто бывает, становится основной. Чаще всего никто не думает учиться на поэта или боксера. Все это обучение сверхшкольной программы. А педагоги умеют сделать, чтобы интересно было каждому. Здесь очень внимательно подходят к выбору персонала, учителей. В том плане, что они не только хорошие специалисты, но и видно, что они детей очень любят. Кроме того, основной принцип обучения – христианские заповеди, такие как «не укради, не убей, возлюби ближнего». Преподают здесь и библейскую историю. К слову, в отличие от современной России, в западных странах ее знают все. Сестры Кудряшовы, Мария и Варвара ходят в центр уже не первый год. Я сюда хожу пять лет, четыре года из них я занимаюсь хором. Также я хожу на вокал и на фотодело. Еще я закончила воскресную школу. И вот, допустим, в школе нет воскресной школы, а здесь она есть. И это очень хорошо, потому что мы узнаем в школе обычную историю, а здесь историю створения мира и так далее. Я хожу на хор. Я сначала ходила в младшую группу, а теперь хожу в среднюю. Еще хожу на танцы. Более 18 тысяч детей и подростков посещают детский и пархиальный образовательный центр. Но он может принять и больше. Это разветвленная сеть филиалов, которые открыты в каждом городе и районе Самарской области. Сейчас идет приемная кампания, принимают всех желающих. Возможности у центра большие. Здесь учат петь, танцевать, рисовать, заниматься рукоделием, спортом. Воспитанники выступают на больших сценах, ездят на конкурсы и соревнованиях в разные города. Завоевывают кубки и дипломы, участвуют в военно-патриотическом движении, выходят на туристические тропы. Даже если это не станет призванием всей жизни, неповторимые детские годы точно пройдут интересно. В арсенале центра более 50 направлений работы преподают высококвалифицированные педагоги. Дополнительное образование – это такой условный термин, потому что для многих детей, которые начинают заниматься музыкой, танцами, спортом в детском возрасте, в дальнейшем это становится профессией и деятельностью всей их жизни. Всех, кто считает нужным дать своему ребенку дополнительные возможности самореализации и занять его интересным делом, ждут в центре, филиал которого расположен в каждом районе в шаговой доступности. Выбрать ближайший и узнать адрес и номер телефона можно на сайте, который указан на экране. Олег Зверев, Константин Головин, События.